Зазначить его наказание для решения свободы сроку на один год, два месяца, с удовольствием наказание с правительной колонной общего режима. Пресненский суд столицы сегодня вынес приговор Эдварду Биллу, блогеру, который год назад устроил массовую аварию на Осадовом кольце. Здорово, любопытно, и с кем еще не знаком меня зовут Риотов? В Италии более 10 лет своей жизни я просидел в тюрьме. Это ни в коем случае не обозначает, что я пропагандирую АОЕ на своем канале, либо в жизни нет. Я наоборот, пытаюсь донести до людей, а в большей части до молодежи, что если тебе интересна тюремная романтика, и ты хочешь познать преступный мир, узнай они из-заочно от меня, не попадая в тюрьму, не совершая преступления, причиняя тем самым кому-либо горе и страдания. Несколько дней назад на свободу вышел пранкер «Всея Руси». Это я сейчас говорю для того, чтобы немножечко подуспокоить агрессию злых фанатов Эдварда Билла, чтобы они мне не подожгли потом почтовый ящик, не насрали мне на коврик возле двери, или не стали мне кидать камушки в окна с криками «Лох, мы поймаем тебя за школу!». На днях мне скинули ссылку на стрим Эдварда Билла, как я понял, первый стрим после освобождения, на котором он зачем-то съел целую клумбу петрушки, говоря, что это полезно. Но в тюрьме тоже есть свои неплохие пранкеры, которые, видимо, и поднаебали Эдика. Не-не-не, охуянная тема. Сразу скажу, что видео мое не несет никакого негатива в сторону Эдварда Билла, я наоборот хочу его поздравить с освобождением, с возвращением к своей семье и к своей жене, которую он, как говорит, очень-очень сильно любит. Вот прям, говорит, вот прям хуй в рот не клади, а вот, блядь, полизать дай. Я снимал уже ролик про Эдварда Билла, я в нем рассказывал, что бывает с теми, которые любят нырять девушкам под капот, когда они заезжают на тюрьму. Так вот, Биллу в этом плане повезло, скорее всего из-за его финансов и популярности. Ну повезло, да не очень, он попал в камеру к таким же, как и он, который не понимает, где они находятся. Я сейчас говорю про следственный изолятор. В общем, в ходе видео вы сейчас все поймете. Кто не в курсе, СИЗО, следственный изолятор и изолятор, это и есть тюрьма. Вот зона, это уже то место, куда тебя везут, когда тебя уже осудили и ты едешь отбывать свое наказание. Кстати, Эдвард Билл сидел в той же зоне после изолятора, где и Навальный. Это ИК-2, город Покров, уникальный лагерек, краснющий, как залупа, там нет никаких понятий, нет блатных. Там живут так, как скажут сотрудники. Простыми словами, красная зона, не путай с Б-зоной для бывших сотрудников, это абсолютно разные вещи. Красная зона, это там, где зэки двигаются от сотрудников. А черная зона, это где сотрудники двигаются от зэков. Ну так, немного нестандартной информации для вас. Я, конечно, очень надеюсь, что ни одному из вас эта информация никогда в жизни не пригодится. Но все же, от сумы и от тюрьмы, как говорится. Давайте начнем уже смотреть этот стрим, где Эдвард Билл на свободе, чистой совестью рассказывает своей аудитории, и сам не понимая того, что сидел он в чесотке, и с каким-то мастурбеком творили в ней беспредел. Не-не-не, охуенно, тема. Видео это больше, чем на 40 минут, поэтому я вырезал всю ненужную воду, оставил только интересные моменты. Кстати, этот стрим есть в общей доступности на ютубе, и вы можете посмотреть, что на самом деле все так оно и было. Поехали. Эдвард Билл, сколько сигаретов в отношении с деньгами, по валютам, по ценности? А, там? Типа, пашка, сколько это денег, считается? Что можно обезать пашку сигаретов? Только парламент. Только парламент, да. Да, ходовая валюта. Киенцы, блядь, с куенцы. Нет. За пачку честь продадутся. Ходовая валюта, парламент в тюрьме. То есть ты не можешь купить ничего за приму, блядь, за всякие вафлыжные, такие обычно какие-то вафлыжные. Парламент это примерно... Нет, вообще нет. Нет, это рублю равноценно, 200 рублей. Ну, пачка 200 рублей, да? Это дешево, наверное. Ну, как дешево. За пачку ты можешь, ну, типа, две пачки пряников замутить. Ну, за пачку можно там замутить. Да, блядь. Зеленый рассыпной чай, где-то грамм 200 примерно. А может быть еще сахар, который на таблетках. Ну, во-первых, начнем с того, что на свободе парламент стоит больше, чем 200 рублей, а на зоне он ценится еще дороже. Я вообще не понимаю, так-то, о каких он обменах говорит. Когда в зоне, в которой он сидел, покров, это краснющий лагерь, где нельзя по правилам внутреннего распорядка обмениваться вещами, продуктами и сигаретами. Даже давать кому-то что-то. Я знаю, про что я говорю. Я много лет просидел в такой зоне, и там за то, что ты дашь кому-либо пачку сигарет, тебя отправят в ШИЗО, в штрафной изолятор. За разгон общика. Да, это смешно, но именно так тебе и преподнесут. Нет в красных зонах никакой махновщины, тем более цен на какие-то сигареты, чай и вообще на что бы то ни было. У меня на канале есть видео с Александром Липовым, это чемпион мира по боям, который сидел в этом лагере и не так давно из него освободился. Так вот, мы посвятили больше двух часов в этой зоне, где он все подробно про нее рассказал. Я оставлю ссылочку в описании под этим видео, обязательно посмотрите. В черных лагерях есть барыги. Это конкретный человек, который закреплен за магазином, который он держит у себя на отряде. Он шагает от блатных. Он продает сигареты, чай, колбасу, телефон, и ты можешь купить у него даже алкоголь. В общем, все, от гвоздя до бриллианта. Приходишь к нему на отряд, берешь, что тебе нужно, переводишь со своего телефона деньги ему на телефон, либо на карточку, и со спокойной душой идешь пить водку, закусывать колбасой, курить сигареты. А сам барыга уже с этого всего уделяет так называемый общак. Но это все в черных лагерях, в красных лагерях об этом даже и речи быть не может. Много там было? А, ты тоже уже отвечал вроде, порядочный. Ну, типа опущенных этих антипов, которые там за пальчик усил готовы, не знаю, удивить, так сказать, народ. Своими способностями физическими. Типа понял, он нормальный вообще пацан пожил, но он типа так хочет куришь, он думает уже, блядь. Но люди, которые, люди, которые там, допустим, некоторые есть, которые вроде как заехали нормальными, но ситуация, ну так как получается у них, что они себя сидят, и так получается, что они уже вынуждены пойти на эти меры, хотя они даже не думали о них. Ты наблюдал что-нибудь такое? Да, ну, типа нет, ты не думаешь, что по поводу того, что там, типа, что-то кому-то там отдать, там, типа, взять, ну, типа, да. Какую-то услугу. Тапки подносить к кровати. Шныренную, да, такую? Шныр, типа, мыть постоянно полы. Да, реально, в тюрьмах, лагерях действительно есть такое, что человек заезжает нормально, а по итогу становится опущенным. И причин здесь много, но в большей части причины это по собственному желанию, потому что люди есть разного характера. Кто-то сильный духом, у кого-то духа вообще нету. В большей части способствует этому то, что к человеку никто не приезжает, его никто не греет, ему не привозят передачки, но нет у него ни родных, ни близких, есть такие случаи, их немало. Из-за этого они идут, в зоне каждый живет за свою кишку, поэтому они добровольно идут к опущенным. Потому что у опущенных всегда есть и чай, и сигареты, и конфеты, которые им дают за уборку в отряде, за стирку и так далее. Вот не хочешь ты, например, сам мыть полы в свое дежурство по графику, как это в основном бывает. Вот ты подходишь к обиженному, это то же самое, опущенный петух, это все одно и то же, и договариваешься с ним, например, за пачку обычных сигарет, либо за полпачки, ну и 100 грамм чая. Вот и представьте, даже если в отряде 100 человек, и несколько человек каждый день из них дежурны, и никто сам полы мыть не хочет, все договариваются с обиженными. Поэтому в птичьем углу всегда все в порядке, и с чаем, и с сигаретами, и с конфетами, что и соблазняет слабохарактерных. При мне за все мои годы, проведенные в тюрьмах, лагерях, таких ситуаций была куча. Заезжает нормальными, а потом начинает баловаться под копчик за пачку сигарет. А было, что вы в камере сидите и просто ни хуя пиздил, как они жестко начинаются? За что-то могли там типа накричать, ну в камере там, ну могли типа сказать, я тебе сейчас ебло сломаю. Ну они боялись все, там допустим, у меня была ситуация. Заезжает какой-то тип, начинает, ему говорят, ну блядь там типа, пляж, не ходи, не буди людей. Он там рано утром сказал, он его подняли в три ночи, он в пять утра встал, хотя сказали не надо было мешать. Он начал ходить, буянин, что-то. Ему сказали, слышь, успокойся. Ну, нормально тебе говорят, 13 человек смотрят на него, успокойся. Человек в тюрьму приехал, ну не чтобы встретить его, да, как, ну полагается в нормальных камерах, блядь, ну сесть, напусть с ним, чифернуть, узнать, кто откуда вообще там, блядь, что принес, нахуй, что с собой, за что за собой маешь. Они ему говорят, ложись спать, а потом тебе сейчас пизды дадим. Не будьте людей, блядь, ёб твою мать, блядь. Нормально, ну иначе, ну будут приняты меры нами самим, а потом уже администрациями. А он такой типа, давайте, вы что, я знал, что я сяду, я знал, что ты такие гандоны, типа, давайте вы меня, давайте, вы меня не одолейте, типа. А я лежу на берегонке, понимаю, что, ну я там две ляпы, и он умрет сейчас, ну реально. Ну, а я не понимаю, мне это не надо, потому что я берушек лежу, но я уже краем глаза из-под маски вижу, что там какая-то суета. Берушек из-под маски. Слышен этот гул, горка, куда-то орет. Я вот так смотрю на него и думаю, блядь, что за хуйня, все вставать, вот опять разбираться с кем-то, ну типа. И он такой встает возле двери, прямо на выходе под камерой. Я сидел в хатах, где камеры исключительно, везде, и говорю, давай, давай, все по одному налетай. Да, я стою и говорю, слышь, если я сейчас тебя рубану, типа, ну, ни тебе, ни мне легче не станет. Тебя просто отсюда выкинут с этой хаты, это нормальная хата. Ты сядешь в другую хату, потому что вся масса будет против тебя, и он скажет, ты кончен. Слава богу, он это понял, на самом деле, слава богу. Сломали пацана. Вот эта история уже начало всего самого интересного. В хатах, в людских хатах, нет никакого режима, там все спят в 2-3 смены, потому что камеры все переполнены, нормальные людские камеры. Постоянно шум, там нет такого, я сплю, вы не шумите, там постоянно орет телевизор, мус-ТВ там на всю. И это нормально, дорога, ну, потому что она начинается после вечерней проверки, связи с камеры в камеру, алкоголь и все так далее, начинается ночью. Все общие дела, все происходят после вечерней проверки. Днем в камере на ноге, то есть не спят те, которые ночью нахуй не навалились, которым не нужно видеть, что ночью происходит в камере. Чем живет братва, где достает запрет, куда его прячет. Они днем убираются за ночниками, наводят порядочек, где-то пыль протерли, где-то подмели, где-то баланду взяли на всех, коней сплели, все в этом духе. Эдвард Билл же сидел в той камере, где все по режиму, такую хату сложно назвать людской, там нет понятия, от этой камеры нет связи, от этой камеры нет пользы общему. Таких там называют балластами, они живут по указке сотрудников и делают то, что им скажут, в общем живут полностью по режиму. Но больше меня убило то, что я не спал там в маске для сна и в берушах, но это же уже совсем пиздец, Эдичка, ебать ты пуси. Беруши, маска для сна, ты себе тампон три капельки ночной, не забыл в очко впихнуть, чтоб простынки свои белоснежные не запачкать. Вы в натуре в тюрьме, блять, сидите как бьюти-блогерши, я блять в берушах маску поднимаю, фу блять ты, сука, арестант или бэйба. Не-не-не, охуенная тема. Страхайся со мной. Тут понятно, что они жили там своей жизнью. Не по укладу и не по понятиям тюремной жизни, которые выстроены годами для того, чтобы в тюрьмах и лагерях не было беспредела между собой. Каждый, кто просидел хоть день в тюрьме, знает, что в тюрьмах кулак не гуляет. Если ты ударил человека, то тебе очень придется постараться объяснить, что это была безвыходная ситуация, которую нельзя было решить словами. Что редко получается у кого-либо объяснить, потому что все можно решить разговором. Эдик, ну ты же умеешь работать языком. Или он у тебя работает исключительно только для жены. В общем, отталкиваясь от этого, понятно, что в хате у них был конкретный колхоз. Ну а где колхоз, там, соответственно, разруха. Но 15 забабашенных первоходов, которых посадили в тюрьму в одну камеру первый раз, которые не знают, куда они попали и что им там делать, которые думают, что Шансон, это какой-то злодей из Mortal Kombat. Но у них нету связи с заходниками, им никто не довел, как нужно правильно вести себя в тюрьме. В общем, не хата, а пионер-лагерь. С дежурствами и горном в 6 утра. Были моменты, когда тип выключил мне вентилятор. Понял, что произошло? Я пронимаю ситуацию. Вентилятор такой. Сейчас, слушай, внимательно. На хуй вентилятор. Да. Типа была ситуация, тип реально выключает мне вентилятор и говорит ему спину дует, хотя он опущенный на полу спит. Я говорю, ты, вафля, оно на тебя не дует, хотя он опущенный на полу спит. Я говорю, ты, вафля, оно на тебя не дует нахуй. Че ты, блядь, трогаешь, это вообще не твои вещи. Он говорит, я просто жусь, мне нельзя болеть. Понял? Солевой беззубый какой-то, долбоеб. Я говорю, слышишь, ты, ебать. Прикинь? Не, это не шутки, я сейчас рассказываю, я же вам обещал на 3000 онлайн вчера, что начну раскачивать истории. Опущенный выключил тебе вентилятор и сказал мне дует, блядь, серьезно? А за столом он с вами не ел? Ну, типа, мне неудобно на полу есть, я буду есть с вами за столом. Но тут даже дело не в том, что опущенный их там в хуй не ставил, а в том, что сейчас будет в дальнейшем в диалоге, ядва добилась, своим сокамерником по поводу этого опущенного. Мыло ронял? Нет, не ронял. Если ронял, то его не подбирал. А че? А че? Или типа, если бы наклонился, все значит дырявый. Вот сразу понятно, что сидел непонятно в какой камере и непонятно с кем, что такую чушь несет. Насмотрелись фильмов американских и играет в узниках Элькатраса, но упала и упала, поднял и дальше мыться. В чем проблема? В нормальных хатах арестанты даже внимания никогда на это не обратят, но либо так в прикол, ха-ха, упала, не поднимая, не более того. Вот из-за таких историй, из-за таких рассказчиков потом и идут разные непонятки, что тюрьма это какой-то пидор-клуб, где ебуты опускают всех подряд. Ай, блядь, хотите историю вспомнил про мыло? Ебать! Сейчас нахуеете. Сейчас вообще такой прикол, блядь! Это суперфитерация. Да, я просто орал с этой хуни. Короче, приходим в общую баню. Баня общественная. Это такое большое помещение, и там 15 душек. 15 душей. Реально. И все зэки. Все сидят. С одной хаты. 15 человек пришли, да. Приходят с нами какие-то типы, которые в хате там были, я их там особо не общался ни с кем, так как ты знаешь. Амасас. Приходим в баню общую. Тип. Там есть слив общий. Вот такой посередине, знаешь, представим, да? Вода сливается. Нет, с вода сливается, общий слив, понимаешь, представляешь себе? Душевые, это не баня, душевые. Все стоятся под душ. А одному там и двоим типам, троим там не хватает что-то. Душку там один не работает, другой не работает. Один тип берет свои трусы. Трусы просто обычные. Что думаешь, что делать? Есть догадки? Ага. Нет? Берет свои трусы и тип. Скамкивает их. Он уже голый. Все моются, я что-то тоже спиной. Нет, неправильно. Затыкает дырку. Все правильно пишет, Рекс. Затыкает в общественный слив дырку. А, типа ванну набрать? Да, да. Я, блядь, хотел сказать, но это было бредно. Затыкает дырку, садится, делает пену себе, понял? Пену себе и начинает плескаться. Говорит, я хочу принять ванну. Ну, типа, я не буду мыться, стой. Я что, конченый, ебать? Типа, понял? И люди, которые кто бредно, кто подмышки, там, все этот слив в него льет. Я тебе клянусь, весь этот слив в него, он все в джакузи. Клянусь, это хуйня была. Вот такие люди там. Он все в джакузи сделал, все вокруг него плавает. Кто что, нассал, кто на пол. Там все это, все вместе, вот это вперемешку. Уже воды по лодыжку набралось. Действительно, дохуя воды. Там, представьте, 15 души все одновременно. Он сидит вот это все. У-у-у, хорошо, ебать, хорошо. Сокамерники бреют очко. Что-то я не понял, ты там с кем сидел-то? Зачем они в тюрьме брили очко? История заслуживает Оскара, вот честно. Кто-то нассал на пол, побрил очко. Их сокамерник сидит в этой луже, плескается в моче. А дальше он пришел и сел с ними за стол. Есть со мной посуды, весело пиздец как. Так вас замостили, Эдик. Я охуя на тебя. Вот это говорит о том, что в голове у него как ничего не было, так ничего и не появилось. Как можно сидеть и нести такую пургу? Вот если бы ты где-нибудь рассказал в привратке, где ехали бы с разных камер, разные люди, там заходники и так далее. Тебе бы за эту историю бы таких бы пиздюлей дали, словесных. А может и не словесных, чтобы у тебя желание отпало истории такие рассказывать навсегда. За то, что подобное позволяете между собой в своей же хате. Как общались с лисами? Это может быть с лисами? С лисами. Думал, читать нет. Да никак. Реально вот это запрещено? Смотри, я объясню. Я ни от кого не скрывал. Никогда не скрывал. Я люблю свою жену. Я отношусь и так, как я хочу относиться к ней. Я делаю все то, что считаю нужным с ним. И если это кого-то, кому-то это, допустим, типа это супер противно или супер неприемлемо, это ваше дело. У вас свои законы, у меня свои законы. Моя женщина, это моя женщина. Это не ваша женщина. Как ты относишься к этому в тюрьме? Я отвечаю на этот вопрос. Все зависит от того, где ты окажешься. Ты можешь оказаться в такой хате, где могут реально въебать за это. Нормально. Ну, типа, не принять. Не принять. А могут, не то чтобы там все такие там, могут сказать, блядь, это твое дело. Мы не путаем жизнь и тюрьму и не смешиваем ее. Все. Что ты несешь? В смысле это твое дело? Мы не путаем жизнь и тюрьму. А ты где находился-то? Да в любой нормальной хате тебя бы сразу определили к опущенным. А ты сейчас говоришь про каких-то чертей, которые на свободе не то что пизду, они яйца глоптали. Ну а что, давай не будем путать жизнь и тюрьму. Это же они всего лишь на свободе любили мужские шишки облизывать. А в тюрьме они нормальные пацаны. Слушай, на свободе ты можешь жить как тебе угодно, но если ты попал в тюрьму, то жить должен по тюремным законам. Если ты любишь свою жену и лижешь ее там с утра до вечера, а потом рассказываешь об этом на миллионную аудиторию, то скручивай-ка ты свой матрасик и поезжай-ка ты в птичий угол, друг. Вот это родня как раз то, про что я вам и говорил, что такие как Эдди, как Хованский, который на своем канале говорил, что пробовал свою сперму на вкус, как Паша-техник, на котором пробы негде ставить. Они сидят в каких-то чесоточных хатах, в спецхатах на спецах для спецконтингента, в красных режимных лагерях, где нет понятия одно блядство, где все перепуганные и никто им не может за это сказать, чтобы самому не уехать в петушатник. Им просто повезло, что у них получилось прогаситься на аппендицитах и в рассадках, что они не попали ни в одну людскую хату, там бы для них сложилось все гораздо иначе. Хованский тоже сидел с такими же, как и он, перепуганными недоарестантами, которых сотрудники спрятали от тюремного социума во избежание техник так вообще рассказывал даже после того, как в сети всплыли видео и фото, где он какой-то ебыги сначала конверт клеил, потом хуй макал себе в стакан, пил из него, рассказывал, что он сидел с блатными в котловой хате. Кто не в курсе, что такое котловая хата, это камера, в которой собирается общая, потом разгоняется насущная часть сигареты и так далее по всем камерам тюрьмы. Там в основном сидят блатные, смотрящие за тюрьмой, смотрящие за общим и так далее. Вот Паша техник рассказывал, что он сидел в этой хате и был на равных с этими людьми. Так это не котловая хата, а обиженка какая-то получается, и там не люди, не блатные, не смотрящие, а такие же чесотки, как и он. И момент, что типа не были в курсе, не прокатит, хуй поверю. Сейчас, кстати, по всему интернету в открытом доступе входит видос его скрина, переписка со своим знакомым, которого он просит отжарить его в очко. А слушайте, техник вообще не перестает удивлять. Вот красавчик вообще не берегет свою жопу, хуй на нее положил. Уверен, что сейчас в комментариях понабегут защитники этих сладкоежек, будут писать, а ты что не лизал, да все лежат, да вы хоть хуй соседи. Но если вы об этом рассказываете кому-либо, потом заезжаете в тюрьму, то будьте добры и жить, соответственно, с такими же, как и вы, на полу под шканарем. А если попытаетесь это оспорить, то снесут вас в 3 секунды. А вот сейчас, как я вам и говорил, внимание на диалог Эдика со своим сокамерником, который уже тоже освободился, который сейчас расскажет интересную историю про этого опущенного, который выключил вентилятор Билл. Ну-ка припомни мне самую лютую историю, ну самую смешную, когда мы сидели, я что-то не могу вспомнить, сейчас с пацанами сижу, не могу вспомнить, поржать он. Когда я с тобой был, что у нас было такого прям, ну типа, пиздец какой-то, что происходит? А я при тебе, Антон, херанул. Антона? Да. А нет, после, через водя, да, после тебя. Антон, видишь, помнишь, от Мороза говорит? Ну-ну-ну. Вот. А ну же, вы этот, в камере не курили? А, ну. Я захожу в туалет и говорю, Антон, ты что ли курил? Он говорит, нет. Я говорю, как нет, когда здесь дым? Он такой, говорит, нет, нет, нет. Я говорю, Серега зову, там, этот, олигархи, который посетил сразу, за этот, завели. Я говорю, Серега, пахнет же? А я этот, он говорит, да. Я долго не думал, как дал ему в дыню. А я не знаю, ты в душу. Ты что меня пьешь сразу, ты так? Ты понял, что я получил? Да, ты что? Ты понял, что я получил? Да, ты что? Ты что? Он, по сути, покурил, сказал, что не курил, да? Да, да. Это был блядят, согласись? Ты же, а помнишь, когда вентилятор выключили мне? Такой же недоумок, но. Да. Когда я встаю, он говорит, мне спину дует, да? Он говорит, мне спину дует. Да, да, да. А он же этот, потом балонтером пошел туда. Ну вот. Поставили. Да, да, да. Все нормально у него было, балонтером пошел, да? Все отлично. То, самое то место. Ударил человека за то, что он в тюремной камере, в тюремной камере покурил, и то в туалете. Запретить курить в камере, это нереально. Даже сотрудники это не запрещают, но это тюрьма. Там очень много народу, и в основном все там курят. Все волнуются, переживают, все курят. То, что не курил, например, Эдвард Билл и его вот этот друг Мастурбек, это не значит, что нужно запрещать всей камере курить. Я допускаю то, что они договорились совместно не курить, но смотрите, прогулка один раз в день. То есть из камеры выводят один раз в день, прогулка час. То есть человек, который курит, он должен накуриться на этот час в сутки и потом терпеть. Так вы гады, получается, раз режим в хате наворачивали, избивали человека за то, что он нарушил там режим содержания, покурил в туалете. Так это сотрудники должны наказывать. У них там есть камера. Если даже сотрудники не наказывают, вы-то зачем туда лезете? Так вы и есть гады, вы и есть активисты, вы и есть режим в этой камере. Вам за это по-хорошему нужно по куполу надавать. Ладно, давайте отпустим эту ситуацию и вернемся к опущенному, который выключил вентилятор Эдварду Биллу. Тут в разговоре его кентишка, с кем он сидел, говорит, что этот Вася опущенный потом стал баландером. Вот я ни разу в жизни за все свои годы, проведенные в тюрьмах, не видел, чтобы опущенный стал баландером. Этого просто быть не может. Как может опущенный встать на пищеблок и кормить нормальных порядочных арестантов? Так это получается, он перемастил их там всех, они же знали, что он опущенный и брали у него еду. Вывод из этого, либо Билл пиздобол и называл нормального пацана опущенным, либо их реально кормил опущенный, который был на должности баландера. А это значит, что друг твой, с которым ты разговаривал, Билл, по телефону мазь, так как он знал, что человек обиженный и с его рук есть нельзя, а он брал с него баланду. Вот задайте этот вопрос ему на стримах, вы увидите его тупое выражение лица и блудняк в словах. Да и вообще бить в тюрьме сокамерника, который покурил в туалете, либо неправильно подмел это по-людски? Вы были беспредельщиками, вы режим наворачивали в тюремной камере, за это нужно было коленки вам в обратную сторону вколотить и в чесотку выкинуть. Это не приветствуется среди нормальных арестантов. Эдик, я дам тебе хороший и дельный совет. Забудь, что ты где-то там был и не рассказывай больше никому никогда никакие тюремные истории. Занимайся лучше тем, что у тебя очень хорошо получается. Да ебывайся до бабок, он чедакай на прохожих и рекламируй букмекерские конторы. Всем остальным хорошего настроения. Ну а кто еще не подписан на мой канал, сделай это прямо сейчас. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых вышедших видео на моем канале. Обязательно подпишись на все ссылочки, которые оставлю в описании. Закрепленный комментарий, там будет телеграм-канал, там все, что 18+, что не пропускает YouTube. А также мой лайв-канал, кто по жизни лайв, где мы проводим стримы по чат-рулетке почти ежедневно. У нас там большой онлайн, так что всем подписывайтесь и всем удачи. Увидимся!